Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут посылочки из Китая. Всё, что я сейчас вам покажу, я приобретала на сайте Banggood, по-моему, называется он. И очень много интересных и очень недорогих приобретений у меня имеется. Первое, с чего я начну, потому что я хочу подкрасить губки, это вот такая вот губная, которую я купила. Понравилась она мне чем, что она очень необычная. Очень всё классно пришло, упакованное, всё в коробочках, потом ещё в чехольчике. Вот такая вот она, красивая вся, практически зеркало. Ну не, особо не видно ничего. Номер 302, раскручиваешь, а там заточек. Я такие помады видела уже, они мне очень нравятся, мне кажется, они очень красивые, стильные, когда вы так достанете. И ещё она красит, когда просто как блеск. Сын, а не трогай камеру, пожалуйста, зайкуля. Сейчас накрашу. Имеет она лёгкий отлив розовый, и на сайте показано, там разные цветочки, если есть, то они разные имеют оттенки, разные отливы. Мне нравится, что она очень намазывается, знаете, такая прям вот, как блеск, то есть она блестит практически. Не как гигиеничка, а как блеск. И она очень быстро тает, поэтому я держу её в холодильнике, ну не так, чтобы полностью тает, но если она, допустим, в тепле побудет, то она прям будет растекаться по губам. Вот, ну в общем, вот такая помада, она очень крутая. Все ссылочки на товары я оставлю внизу, и очень много красивых цветов есть, там фиолетовые цветочки внутри запечатаны, зелёные, по-моему. В общем, зайдёте, посмотрите, и стоит она прям копейки, копейки. Также, что касается косметики, я наконец-таки приобрела себе вот такую вещь, это с кисточкой, это для подводки глаз. Потому что, честно говоря, у меня фломастеры, которые я покупаю, мне нравятся фломастерами, да, или кисточки, всё очень быстро сохнет. И я давно уже вижу всяких бьюти-блогеров, когда они пользуются вот такой вот штучкой, чёрной. Здесь у нас что? Специальное средство для глаз. И в комплекте идёт вот такая кисточка, она идёт плоская. Я уже красила, мне очень понравилось, действительно очень хорошо накладывается, достаточно стойкая, не стирается целый день. Единственное, если не на слизистую вот здесь вот рядом не мазать, там, конечно, оно подтирается. Но если сверху намазать, то прекрасно держится весь день, не осыпается и не растирается. А когда я первый раз попробовала на руке, я вообще намазала, честно говоря, я не смогла смыть, даже мицелляркой еле-еле смывала. Но с глаз всё достаточно просто смывается, ну, если умыться, потом тоником, естественно, пройтись, вот так. Мне очень нравится, этим очень удобно, действительно, рисовать стрелочку и всё. Я, в общем, довольна вот этой покупочкой. И тоже стоят какие-то сущие копейки. Вообще, я рада, я люблю, когда доступная косметика, потому что это можно рекламировать всем, говорить об этом всем и радоваться могут все, не только люди, которые имеют большие деньги. Вот такую вот штуку я себе купила, что это, похоже, да, на кошелёчек такой, но нет, это палетка. И, кстати, я ей красилась там для конкурса в NYX, и кто-то мне сказал, сделай обзор, пожалуйста, на эту палетку. Здесь есть всё. Здесь есть тени от и до, яркий макияж вечерний, дневной. Единственное, что все эти тени, они сатиновые, то есть они с блеском небольшим идут. Здесь есть зеркальце, здесь есть румяна, здесь есть тени тёмные как для бровей, так и для глаз тоже можно использовать. А здесь есть пудра, натуральный тон, очень классный для светлой кожи. И здесь есть блески, три блеска от нюдового тона, красный и ярко-розовый. Честно говоря, я в восторге от этой палетки, потому что у неё достаточно насыщенные цвета. Давайте покажу вам просто, да, ну вот, давайте синий, синий, зелёный, зелёный. Давайте какой-нибудь фиолетовый, фиолетовый. Вот, то есть достаточно насыщенные действительно цвета. Да, мне очень нравится. И тоже оно накладывается и красиво перламутрово переливается. Здесь также кисточка есть. Всё закрывается вот такими защитными штучками. Что касается бровей, давайте тоже посмотрим, что это у нас за цвета, да, светло-коричневый, тёмно. Здесь уже пудра. И давайте попробуем, например, красный блеск. Ага, вот, интересно, да. В общем, это не супер красный, это блески. Просто более с таким тёмным будет отливом блеск, с таким розовеньким. То есть они такие полупрозрачные, да, примерно как вот у меня на губах разные отливы. Я вообще такое люблю, потому что я очень люблю такие, знаете, натуральные какие-то отливы и что-то такое. Ну и что касается румян, он тоже достаточно, они такие яркие. Мой, наверное, более светлый, вот такой вот, такой розовый персик. И почему она мне ещё понравилась, очень классно, потому что именно её теперь я буду носить с собой в поездке. Потому что, когда падает моя пудра или ещё что-то, это очень обидно. А здесь вот этот чехол, он мягкий. Мягкий, действительно очень компактно. Ну вот моя рука, да, вот, то есть он компактный, он узенький такой. Его просто бросил, и даже если он где-нибудь упадёт, вы не боитесь, потому что вот эта вот мягенькая обложечка. Очень круто. Есть там разные цвета, разные сочетания внутри цветов и обложки. Тоже посмотрите, ссылка будет внизу. Стоит тоже совершенно недорого. Дальше я купила также косметичку, которую очень много смотрела. И какие-то цены сумасшедшие, честно говоря, на эти косметички я видела. Может быть, кто-то знает. Вот такая косметичка. Она складывается, раскладывается тут. Вот. Она очень объёмная, что я ещё удивилась. Мне нравится вообще её внешний вид, её дизайн. Есть там разные цвета, белые, серебряные, чёрные, розовые, разные, да. Мне нравится её стайл, но я думала, что она будет плохо открываться. Нифига, посмотрите. Всё видно. То есть вот, это не так вот узенько открылась там, да, и протягиваешь. Нет, вот. Всё видно. И это супер кайф. Это вообще, это замечательно, замечательно. Мы всё туда можем бросить, всё туда поместиться. Ещё очень много чего останется. И выглядит она очень стильно. Я себе вот такой цвет взяла. Не знаю почему, мне понравился именно этот цвет. Змейка тут пластиковая. Очень хорошо закрывается, открывается. И всегда вы, когда достанете такую сумочку, она будет стильно смотреться. Теперь я знаю, где они дёшево продаются. И можно их на подарки подружкам вообще. Они будут очень счастливы. Потому что вообще я видела где-то, если продаются, подхожу, спрашиваю. Цены какие-то дороговатые на них. Вот такая вот. Ещё что касается красоты. Я наконец-таки купила себе такую баночку. Но заметила, что... Вот для ваты, да. Но заметила, что вот такие все приспособы, они действительно стоят всех денег. Да? Ну, то есть стоят денег, не дешёвых. Поэтому эта баночка тоже стоит не прям копейки, да, как всё остальное. Казалось бы, что просто баночка, да, прозрачненькая. Ну, что тут, ничего особенного. Ну, стоит денег. Не помню, сколько? Небольших денег. Ну, мне кажется, просто что для баночки дорого. Но я дешевле нигде не видела. Самое дешёвое на Бангут нашла. Так что ссылка тоже будет внизу. Это очень удобно, потому что, когда у меня всё хранилось в пакетах, и мне нужно было умываться, когда мой малыш спит, постоянно я шуршу этими пакетами. Меня это бесило. Я просто в этой баночке спала и видела. И теперь она у меня есть. Это очень клёво, тихо и отлично. Также у меня появился увлажнитель воздуха. Зайчка! Зай! О, какие игрушенькие! Смотри! Ой, что это такое? Что это такое? Что это, Зая? Зая, что это? Ещё у меня появился увлажнитель воздуха. Смотрите, какой маленький и компактный. Это как раз для моей квартиры. Здесь у меня водичка. Работает всё оно от USB. Просто подключаем. Здесь сенсорная такая кнопочка, до которой просто даже не нажимать, просто дотрагиваешься. И отсюда идёт такой вот... Действительно увлажняет очень хорошо. Обильный такой вот идёт отсюда поток, который видно прям паром. Показывать сейчас неудобно, потому что рядом просто нет у меня ни компьютера, ни розетки. Маленький. Здесь всё очень неудобно. Поэтому, ну как бы, я уже пользуюсь, да? И действительно всё очень круто. Проще, чем вы думаете. И ещё здесь горит подсветка, и он может работать как ночник. Есть тоже там разные цвета. И красные, и там разные. В общем, посмотрите тоже. Вот это стоит абсолютно недорого для того, что именно увлажнитель. Потому что увлажнители очень дорогие вообще. Ну как не дорогие, но стоят денег, да? И потому я когда увидела такую красоту, маленькую, компактную, да ещё и за такие недорогие деньги, приемлемые, я сразу решила приобрести. Так, что ещё и ещё касается красоты, я наконец-таки себе приобрела вот такую палочку для выдавливания прыщей. Звучит очень страшно, но я видела у одного из косметологов, кстати, исполненная. Это из какого-то очень классного материала. Я прям вижу вот какой-то качественный материал. Не знаю. Мне очень нравится. Оно прям блестит вот так вот. С двух сторон. Здесь вот эта штучка, я не знаю для чего с одной стороны. Это надо спросить у профессионалов или посмотреть в интернете. А вот вторая, я знаю для чего ей очень удобно. Она, видите, узенькая с одной стороны и широкая с другой стороны. Значит, вот этой узкой стороной мы надавливаем на наш прыщик. И очень правильным образом выдавливаем наш прыщик какой-то. Вместо того, чтобы давить это всё пальцами, понимаете? Пальцами как следует просто надавливает, вот кладётся на прыщик. И он из глубины прям его достаёт. Потому что очень часто у нас происходит воспаление. Именно потому что мы оставляем что-то там, неправильно выдавливаем. Меня вообще учили в косметологии, да, мой косметолог учила правильно меня выдавливать. Нужно как бы поддевать наш прыщик. Вообще их лучше не давить, конечно же. Но мы же не такие, у нас всегда чешутся руки подавить до сюда. И нужно поддевать для того, чтобы полностью, даже немножечко кровь, если идёт, то значит мы всё выдавили. Но иногда бывает, что нифига ты не выдавливаешь, кровь идёт. И ты, короче, вся в крови, всё, короче, большой ужас. В общем, я хотела доносить эту палочку, я её купила. Нет, саму палочку я не пробовала, но мне давила моя косметолог ими. Вот этой стороной. Да, она очень быстрая, она так раз, раз, раз. Так что я попробую сама и в инстаграме, конечно же, ссылку оставлю на свой инстаграм. Не вокруг, тут дырочка, видишь, маленькая. И прыщик, сама головка должна оказаться в нём. И когда ты надавливаешь, она идёт, видишь, таким конусом. Она вглубь идёт туда, понимаешь. И вот сюда в ложечку выдавливается всё, что из прыщика. Какие подробности. Вы, наверное, там не кушаете. Я надеюсь, никто не кушает. Гной сюда вываливается. В общем, ладно, я Кристине потом подробности всё покажу, расскажу. Есть сюрпризчики, мы тебя выдавим. Что ещё интересненькое? Ещё интересненькое есть у нас. Это вот такие вот силиконовые на сосочнике. Потому что бывает у меня есть кофточки какие-то. Вы знаете, я не люблю особо лифчики носить. Есть какие-то кофточки, которые реально прозрачные. И нужно что-нибудь такое одевать. Но, честно говоря, это одеваешь, и это тоже, в принципе, видно. Но бывает, в общем, зависит от того, что ты одеваешь. В общем, я купила, я довольна. Они стоят копейки. Вот такие вот налепливаешь их, и, в принципе, сосков не видно. Но они ещё и достаточно прозрачноватые, так что соски как бы видно. Но не так уже, как раньше. Во-первых, они не торчат и как бы мотируются. В общем, интересная штука. Я довольна этим приобретением. Также я купила для маленького вот эта вот находочка. Соска-термометр. Представляете? Прикольная штучка. Единственное, что она не за одну минуту. То есть ему нужно пососать её какое-то время, сосочку. Но хорошо, это соска, он с удовольствием её сосёт. Поэтому можно, в принципе, измерить температуру. Здесь прям показывают 37 цифрками. В принципе, сама соска удобная. Малыш сразу взял у меня её вот такая она с наконечником. Здесь сенсор такой, да. И потом играет музыка, и на экранчике высвечивается у нас, сколько температуры у ребёнка. Ну, в общем, это прикольная штука. Я мерила, мне понравилась идея всей этого. И вы знаете, давно-давно, не знаю, зачем мне это сейчас нужно, потому что я не пью алкоголь. Но давно-давно я хотела себе приобрести вот такой алкотестер. Я ещё не знаю, как им пользоваться. Я ещё не пользовалась. Ну, в общем, здесь, значит, зелёное, это значит, ничего. Можно ехать, наверное, да, за рулём. 0,02 и 0,05 красное. Типа это уже всё, нельзя. Здесь должны быть у нас батареечки две всего лишь. Вот, и, значит, потом мы проверяем, у кого сколько промиллей. Сюда, наверное, надо дышать. Ну-ка, нарисовано на картинке. Везде есть инструкция. Так, да, сюда надо дышать. Вот сюда. Включить здесь вот, выключить. Дыхнули, и, в общем-то, у нас ищет, чё к чему. Очень прикольная штучка. Я давно её хотела, потому что раньше я могла выпить полбокала вина и через там полчаса, час, через два сесть за руль. Но меня всё время боялась, я всё время понимала, что я могу сесть, но всегда был страх. Этого делать, конечно, нельзя, но, в принципе, вообще полбокала вина или бокал вина, я слышала, что можно вообще пить. Но никогда бокал, мне казалось, это так много, разрешается так много. Были моменты, когда у нас вообще нельзя было, чтобы даже кефира пили утром, потому что он показывает какие-то промилле вот в этом во всём какой-то процент. В общем, ладно, мои покупки все завершены. Вот такие все интересные штуки, которые я давно хотела приобрести и приобрела. Я приобрела, и я довольна. Ссылки все оставлю внизу. Довольна ещё, что это всё по минимальным ценам. Доставилось оно мне всё очень-очень быстро, даже быстрее, чем на Алиэкспресс. Поэтому я рекомендую вам пройти на этот сайт. По ссылкам, если вам что-то понравилось, попробуйте приобрести. Мне кажется, что быстрее придёт это всё вам. И вот очень качественно всё. Всё, покупочки закончены. Дорогие мои, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было видео интересным и полезным. А потому ставьте дайки, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok